Сегодня уже другой день. Снова приехал смотреть новые варианты квартир. Сегодня буду смотреть этот район и посмотрим, какие гардены и квартиры есть в аренду. Зашел в новую квартиру. Давайте вместе посмотрим. Только что сделали свежий ремонт. Здесь туалет, душевая. Все в пыли. Недавно закончили делать ремонт. Вторая комната. Тоже кровать, шкаф. Третья комната. В каждой комнате кондиционер, кровать, шкаф. Здесь еще одна раковина. Туалет, душевая. Здесь у нас балкон. Девятнадцатый этаж. Здесь обеденный стол. Кухня. Холодильник. Не новый. Раковина. Здесь стиральная машина. Газовая колонка. Стоимость 2000 юаней в месяц. Здесь примерно 85 квадратных метров. Я буду быстро показывать, потому что здесь много вариантов. Нужно быстро просмотреть все. Гарден снаружи выглядит таким образом. Только что смотрели в этом доме. Девятнадцатый этаж. Это уже другая квартира. Давайте так же покажу вам быстренько. Здесь душевая. Туалет. Раковина. Тоже свежий ремонт. Одна комната. Кондиционер. Вторая комната. Пустая полностью. Здесь по соседству душевая. Туалет. Еще одна раковина. Здесь гостиная. Здесь кухня. Новый холодильник. Все новая. Раковина. Вытяжка. Здесь небольшой балкон. Стиральная машина. Газовая колонка. Четвертый этаж. Также в месяц 2000 аренда. Здесь устанавливается телевизор. Здесь балкон. В принципе невысоко. Пойдемте смотреть другую квартиру. Это все новостройка. Буквально год назад все построено. Это уже третья квартира по счету. Давайте вместе посмотрим. Здесь душевая. Туалет. Раковина. Так. Одна пустая комната получается. Вторая комната. Кровать. Кондиционер. Это здесь третья комната получается. Тоже кровать. Шкаф. Девятнадцатый этаж это. Вид из окна. В принципе свеженький ремонт. Только закончили делать тоже. Душевая с туалетом. Здесь еще раковина. Здесь гостиная. Тоже вид с балкона на соседние дома. Здесь кухня. В принципе везде в Китае стандартная кухня. Они небольшие. Вытяжка. Здесь для дезинфекции. Прикольно нарисовали из люка букашку. Здесь в гардене находятся площадки всякие детские. Можно утром либо вечером ходить гулять. Выходить гулять. В принципе неплохой гарден. Несколько домов в гардене. Около тридцати или двадцати этажей. Здесь вот есть небольшой такой парк. Внутри гардена. Можно выходить с детьми гулять. В принципе неплохой гарден. В месяц предыдущая квартира стоит две триста юаней. Плюс коммуналка. Там примерно 90 квадратных метров. Три комнаты. И два туалета. Вот она небольшая площадка. Агенту сказал сказать владельцу за две двести в месяц. Если согласится, то в принципе можно снять эту квартиру, которую только что смотрел. Здесь хороший плюс в том, что возле дома есть большой парк. Можно будет выходить тоже гулять. И центральная больница тоже вот тут напротив. В Китае обычно, чтобы снять квартиру, нужно заплатить два месяца залога. Плюс агентские 50% от стоимости квартиры. На данный момент распечатываю договор аренды. Давайте сейчас быстренько вам покажу, как выглядит договор аренды. Здесь в принципе условия аренды указаны. Данные владельца квартиры. Затем мои данные. Просто имя, фамилия, паспорт, номер. Так, затем. Это агентская информация. Агенту нужно оплатить 50% от стоимости аренды квартиры. Квартира получается в две двести юаней. Агентам получается плачу тысяча сто юаней. Здесь указана информация с какого числа по какое. На один год подписал договор. Залог получается за два месяца. 4 400 юаней. Здесь указано значит время, дата, когда я буду заезжать. Это получается 20 мая. 20 мая получается. Сегодня 14 мая. Так, затем. Ну тут информация всякая. Ничего особо интересного нет. Условия договора указаны. Здесь подпись владельца и моя подпись. Здесь печать агентства, через которого мы составляли договор. Это все делается онлайн. Не обязательно куда-то там ходить. Просто присылаю тебе договор. Подписываете с владельцем и все. Здесь указана мебель. Количество. Ну в принципе все понятно. Ну и все. На 12 листов. На 10. Вот так вот в Китае сдаются квартиры в аренду. Заказал самые большие коробки для переезда. 70-50 на 50 сантиметров. Будем потихоньку переезжать в новую квартиру. В комплекте идут вот такие вот пластиковые ручки. Для удобства. Вставляются вот сюда. Вот так вот.